Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Впрочем, длинные поездки могут способствовать расширению кругозора Можно не только наблюдать из окна жизнь города, но и общаться с местными жителями Не говоря уже о том, что общественный транспорт обойдется куда дешевле Например, в Испании из аэропорта добирался до отеля своего Заплатил 25 евро за такси Мы ехали, в принципе, недолго А когда обратно уезжал, просто не поленился Взглянул на расписание общественного транспорта Скачал эту карту маршрутную И получилось евро 90 центов То же самое, только не нужно было даже стоять В очередь буквально от отеля 100 метров прошел Специально автобус до аэропорта Если чуть раньше бы поехал, то вообще есть бесплатные Есть важный момент Система общественного транспорта не везде простая Часто в европейских городах используются билеты на час Когда по одному документу можно передвигаться на любых видах транспорта 60 минут Нюансов много Нужно внимательно читать пояснение Взял не тот билет Он, например, через час закончился Ты по нему поехал Если попадешься, то попадешь на штраф А штрафы там немаленькие Вплоть до того, что могут, если кто пренебрегает штрафами Могут потом задержать на границе Дополнительные правила поведения тоже стоит изучить заранее В Сингапуре, например, запрещено есть и пить в транспорте Тысяча долларов штраф Там полиции нет, но там на один квадратный метр Чуть ли не там две-три камеры расположены Все видно Люди начинают пить Водичку даже просто могут схватить Если не хочется углубляться в изучении тонкости Организации системы общественного транспорта Можно спланировать путешествие так, чтобы не прибегать к нему вовсе Общественный транспорт, конечно, есть Но я предпочитаю ходить пешком Это здоровый образ жизни И больше увидишь